Здравствуйте, зрители канала УТАТЬЯНЫ! В сегодняшнем видео мы будем готовить одно из 12 блюд на сочельник. Это узвар. Какой же сочельник без узвара? Каждая хозяйка должна знать, как приготовить узвар. Из чего же он состоит? Конечно же, он состоит из сухофруктов. Какие же сухофрукты входят в узвар? Конечно же, это яблоки в первую очередь, изюм, это груши, сливы, абрикосы. Все это должно быть сушеным, получается очень вкусным, если правильно сварить. Мы должны знать, что узвар не варят, а доводят до кипения. Только закипела вода с фруктами, мы сразу же выключаем и накрываем чем-то теплым, например, одеялом или теплым полотенцем. И наш узвар настаивается 5-6 часов. После этого его можно смело пить. Он очень вкусный, очень вкусный. В нем много витаминов, минералов, микроэлементов, которые так нужны нашему организму зимой. И дети его очень любят. Итак, приступим к приготовлению узвара. Узвар мы будем варить в 3-х литровой кастрюле. Нам понадобится на 3 литра воды приблизительно 600 грамм сухофруктов. Что же я с ними делала? Я их хорошо вымыла, потом залила водой холодной. Они постояли у меня приблизительно 2 часа. Слила холодную воду и наши сухофрукты готовы к варке. Еще нам понадобится лимон. Чуть-чуть лимона для того, чтобы придать нашему узвару кислинку. Сахар. Сахар, конечно же, каждая хозяйка ставит по своему вкусу и предпочтению. У меня на 3 литра узвара приблизительно 250 грамм сахара. А вы сами регулируйте, как хотите и сколько хотите добавляйте. В закипевшую воду отправляем все сухофрукты, сахар и кусочек лимона. Уменьшаем огонь на минимум и ждем, пока закипит наш узвар. И сразу же выключаем, накрываем крышечкой и оставляем настаиваться узвар. Узвар готов. Запах и вкус неимоверный. Советую сделать узвар на сочельник. Ваши родные будут вам благодарны. Так что готовьте, экспериментируйте. У вас всегда все получится. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока-пока.